Вопрос. Совершение каких действий должен остерегаться человек в состоянии Ихрама? Ответ. Хвала Аллаху. Действия, запрещенные в состоянии Ихрама, следующие. Первое. Сбревание волос головы. Всевышний сказал «Не брейте ваши головы, пока жертвенные животные не достигнут места заклания». Сура Аль-Бакара, аят 196. Ученые присоединили к запрету бритья волос на голове запрет бритья волос во всех остальных частях тела и запрет подстригания ногтей. Второе. Нанесение благовоний после вхождения в Ихрам на одежду, на тело, использование их при еде, омовении, мытье и во всех остальных случаях. Использование благовоний во время Ихрама категорически запрещено, так как посланник Аллаха, салюллаху алейхи вассалям, сказал о человеке, который умер, упав с верблюдицы, омойте его водой с растением сидр, заверните его в собственные одежды, но не покрывайте его голову и не используйте благовония. Третье. Половое сношение. Всевышний Аллах сказал «Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа». Сура Аль-Бакара, аят 197. Четвертое. Близость со страстью, потому что это входит в смысл слов «не должен вступать в половую близость». И так как человеку в состоянии Ихрама запрещено жениться и свататься, то близость со своей супругой запрещена тем более. Пятое. Убийство дичи. Всевышний сказал «О те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в Ихраме». Сура Аль-Маэда, аят 95. Что касается рубки деревьев, то в состоянии Ихрама это не запрещено, если только это не деревья, которые находятся непосредственно на территории Аль-Харам. Срезание деревьев на заповедной территории запрещено как в состоянии Ихрама, так и вне его. Поэтому на Арафате разрешено вырывать деревья даже в состоянии Ихрама. Запрет на рубку деревьев связан с нахождением на заповедной территории, а не с пребыванием в Ихраме. 6. Действие, которое запрещено только для мужчин. Это надевание рубашек, плащей с капюшонами, брюк, чалмы и хуфаин. Это обувь или носки, закрывающие ноги до и выше щиколоток. Посланника Аллаха спросили, во что облачается человек в состоянии храма? На что он ответил, нельзя надевать рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой и хуфаин. Для того, кто не нашел изар, ткань, закрывающая нижнюю часть тела, посланник Аллаха сделал исключение и разрешил надеть брюки. И также в случае, если человек не нашел сандалий, ему можно обуться в хуфаин. Эти пять упомянутых вещей ученые стали называть сшитыми одеждами. Обычные люди предполагают, что под этими словами подразумевается одежда, которая сшита или на которой есть швы. Однако это не так. Так. Ученые подразумевали под этим одежду, скроенную по телу человека или по одной из частей его тела, как рубашка или брюки. Это и есть то, что они имели в виду. Поэтому, если человек в состоянии и храма надел накидку или изар с заплаткой, то это будет верным. Но если он облачится в вытканную рубаху, то есть рубаху без швов, то он совершит запрещенное действие. Седьмое. Женщине во время паломничества запрещается надевать никаб, то есть закрывать свое лицо, оставляя только прорезь для глаз. Пророк, салаллаху алейхи ва салям, запретил это. Этот запрет распространяется и на бурку. То, чем женщины в некоторых странах прикрывают свое лицо. Женщина в храме не прикрывает свое лицо ни с помощью никаба, ни с помощью бурки. Она закрывает свое лицо только в случае, если мимо проходят мужчины, не являющиеся ей махрамами. В этом случае она должна прикрывать лицо. И не проблема, если то, чем она прикрывает лицо, касается его. Если человек в храме совершил одно из причисленных выше действий по забывчивости, незнанию или по принуждению, то он не должен совершать никаких искупительных действий, так как Всевышний Аллах сказал, «Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились совершить такое в сердце». Сура Аль-Ахзаб, аят пятый. Об убийстве дичи, что является одним из запрещенных действий в состоянии храма, Аллах сказал, «О те, которые уверовали, не убивайте охотничью добычу, находясь в их храме. Если кто-нибудь из вас убьет ее преднамеренно, то воздаянием за это будет скотина, подобная той, что он убил». Сура Аль-Майда, аят девяносто пятый. Эти аяты указывают на то, что тот, кто совершил запрещенные действия по забывчивости или из незнания, не должен совершать никаких искупительных действий, как и тот, кто сделал это по принуждению, так как Аллах сказал, «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал. Не на тех, кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения». Сура Аль-Нахль, аят сто шестой. Если это говорится о том, кто проявил неверие по принуждению, то меньшего это касается тем более. Но если человек, совершающий запретное действие по забывчивости, вспомнил, то он должен оставить это действие. Если человек не знал, что какое-либо действие запретно, но потом узнал, то он должен оставить это действие. И также в случае, когда прекратилось принуждение, человек должен оставить совершение запретного. Пример этому, если мужчина в их раме покрыл свою голову по забывчивости, вспомнив о запрете, он немедленно должен снять то, что прикрывает его голову. Или если человек помыл руки, используя благовоние. Как только он вспомнил о запретности этого, он должен помыть руки еще раз, чтобы удалить запах благовоний. Субтитры создавал DimaTorzok